Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 2 мая и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы видели вновь обновление локальных минимумов доходили до отметки 1.1980 и следующей ориентировочной цели по снижению это область 1.1890. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если пара евро-доллар сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в понедельник на этой неделе на уровне 1.2140. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая остается в приоритете. Примерно такая же картина с парой британский фунт, американский доллар. Мы вновь обновляем локальные минимумы, что в свою очередь подтверждает сохранение нисходящей тенденции. Предпосылки для снижения это область 1.3400 и 1.3390. Ближайший разворотный уровень также отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы в понедельник на уровне 1.3794. Пара американский доллар-канадский доллар в начале этой недели попыталась выйти из боковика, но пока мы не смогли закрепиться ниже уровня 1.2813, что пока не подтверждает начало нисходящего движения. А вчерашние попытки обновить локальный максимум также могут свидетельствовать о том, что тенденция пока общая восходящая по данной паре сохраняется. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы в понедельник на уровне 1.2806. Пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция сохраняется восходящая. По паре американский доллар-японская иена вчера мы также увидели обновление локальных максимумов, доходили до отметки 109.88, предыдущий целевой ориентир и на текущий момент следующий цель роста это область 110.29. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 27 апреля на уровне 108.93. По паре австралийский доллар-американский доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению ориентировочные это область 74.17, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 27 апреля на уровне 75.82. По паре евро-фунт тенденция восходящая также сохраняется. Ближайшие цели роста это область 88.61, а ближайший разворотный уровень находится на минимальной значении вчерашнего дня, который был зафиксирован на отметке 87.60. А золото продолжает свою тенденцию нисходящую. Ближайшие цели по снижению это уходит ниже уровня 1300 долларов за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень мы отмечаем на максимум 27 и 30 апреля на отметке 1325. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция основная нисходящая сохраняется. По нефти марки Brent общее направление восходящего тренда также остается в приоритете. Цели роста это уход выше максимума, в котором мы видели в понедельник на отметке 76.46 и далее движение на 78. Ближайший разворотный уровень, важная область поддержки находится на отметке 73.10. В том случае, если нефть сможет закрепиться ниже данного уровня, то тогда уже будем ожидать снижения до отметки 70.59. По индексу DAX также общее направление сохраняется восходящее. Ближайшие цели это уход выше области сопротивления, который находится на отметке 12.629 и движение далее по направлению 12.900. Ближайший разворотный уровень краткосрочно отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы в понедельник на уровне 12.554, а более значимый для данного актива находится на минимуме 25 апреля на уровне 12.312. По биткоину общая тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше отметки 9.500 и движение далее на 10.000, а ближайший разворотный уровень находится все там же на отметке 8.600-8.700 долларов за один биткоин. Данный уровень является более среднесрочным. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хороших выходных, у кого они все еще продолжаются, ну а те, кто уже вернулся в торговлю, всем желаю также хорошего торгового дня и хорошей торговой недели. Всем спасибо за внимание, с вами был Исааков Роман, как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok